Уровень загрязнения воздуха в Кишиневе превышает норму в два раза. В агентстве по защите окружающей среды говорят, что тревожат и показатели числа взвешенных веществ в атмосфере, то есть пыли, и по химическим веществам. По словам специалистов, к таким результатам привели многочисленные пожары сухой растительности и выбросы СО2, производимые огромным количеством машин на столичных улицах. Ситуация изменится, когда распустятся листва на деревьях. Пыль сосредотачивается в воздухе из-за пока еще недостаточного количества зелени, которая выступает фильтром. В марте месяце уровень загрязнения повысился. Повысился по взвешенным веществам, то есть пыль повысился по двуокиси азота и повысился по фенолу. Но необходимо отметить, что обычно в весенний период мы отмечаем повышенный уровень загрязнения по взвешенным веществам. Из-за того, что у нас еще нет листьев на деревьях, у нас нет еще на газонах травы. И хотя уровень загрязнения воздуха превышает норму каждую весну, в этом году по сравнению с тем же сезоном 2021-го ситуация хуже. Проблема усугубляется многочисленными возгораниями сухой растительности, плюс сжигание листвы и мусора. Мы помещаем и в бюллетень, и даем на радио о недопустимости сжигания растительных остатков и бытового мусора. Несколько неоднократно нами были написаны статьи о том, что влечет за собой сжигание листьев. Деревья, они же получаются как природный фильтр. Они фильтруют в основном в себя, вбирают листья, вот листья деревьев, тяжелые металлы из воздуха, из почвы, из воды. Осенью листья опадают. Конечно же, эти тяжелые металлы никуда не денутся. Они остаются в этих листьях. Люди сжигают. На концентрацию в воздухе этих вредных веществ в основном влияют метеорологические условия, то есть отсутствие ветров и дождей. В условиях Кишинева, города на холмах, города с плотной высотной застройкой, все эти массы не могут перемещаться и подолгу отравляют воздух, которым все мы дышим. Прежде всего, это метеорологические факторы, которые способствуют либо накоплению, либо рассеиванию вредных примесей. Кишинев располагается на холмистой местности. И получается, что все вредные вещества стекают вниз и не имеют возможности выветриваться. Еще высокие здания, застройки. И в результате этого мы отмечаем практически каждый месяц и каждый год в Кишиневе уровень загрязнения от повышенного до высокого. И были моменты, когда уровень загрязнения был очень высокий. И еще один минус большого города – погубно отражающийся на состоянии воздуха. Огромное количество транспорта. У нас основной уровень загрязнения создается автотранспортом. То есть больше миллиона транспортных единиц фиксируются в республике Молдова. И автотранспорт – это получается где-то больше 700 тысяч, только 300 тысяч в Кишиневе автотранспорта. Это все выхлопные газы, это все вредные вещества. 80-90% – это идут выбросы от автотранспорта. И только 14-15% – это стационарные источники загрязнения. Страдают от высокого уровня концентрации этих веществ в первую очередь старшие поколения и дети. На здоровье человека влияет двуокис азота. Это влияет на верхние дыхательные пути, вернее на нижние дыхательные пути. Двуокис серы на верхние дыхательные пути. Фенолформальдегид – это канцероген. Диоксины – это канцерогены. Очень сильно это влияет на детей и на людей старшего возраста. По данным агентства окружающей среды, самые загрязненные по атмосферным параметрам улицы столицы в этом году стала улица Гренобля. Раньше Пальму первенства уверенно держали самые оживленные транспортные артерии центра города.